Дарья Лопотецкая Александр Яценко поспорит за бронзовую награду личного Кубка мира по вольной борьбе, который проходит в столице Сербии и Белграде. Студент магистратуры Харьковского технического университета сельского хозяйства пробился в малый финал весовой категории до 57 килограммов. На пути к битве за третье место он победил азербайджанского борца Ислама Базарганова с преимуществом 3 балла 5-2. В одной четвертой финала встречался с лидером сборной Армении, чемпионом Европы Арсеном Арутюняном и первый период проиграл 0-2. Отдохнув, Яценко ликвидировал отставание, а за 50 секунд до окончания встречи вышел вперед 4-3. Однако довести дело до победы ему не удалось. Пропустив прием на 2 балла, он потерпел поражение. Соперником Яценко в поединке за бронзу будет местный фаворит Стеван Мичич. Жилстрой-2 сражался за выход в 1-8 финала женской футбольной лиги чемпионов, но потерпел неудачу. А начиналось все очень даже неплохо. Впервые попав в плей-офф главного клубного турнира Европы, Харьковчанки в домашнем матче 1-16 финала одолели в Полтаве лучшую команду Казахстана Би и Козыгурт со счетом 2-1. Соответственно, в ответном поединке, который проходил в Шимкенте, подопечных Наталья Зинченко устраивала ничья и даже поражение с разницей в один мяч, но только не 0-1. Увы, именно с таким счетом чемпион Украины и уступил девятикратному победителю казахстанской женской лиги. Роковой для харьковской команды стала 35-я минута, когда Екатерину Самсон ударом из-за пределов штрафной застала врасплох хавбек хозяев Камила Кулмагомбетова. Минус один для футбола, когда до окончания игры еще почти час – это не приговор. После перерыва «Жилстрой-2» изо всех сил пытался исправить ситуацию, много атаковал, но в реализации моментов не преуспел. Матч прошел на высоком уровне и получился очень сложным. Мы сделали выводы после поражения в первой встрече и хорошо подготовились. Против нас играла отличная команда, но мы доказали, что сильнее и победа осталась за нами. Это просто здорово. Мы не очень хорошо начали первый тайм, мы очень сели, нужно было играть, так как играли уже во втором. Во втором тайме где-то не повезло уже реализовать момент. По сумме двух матчей ничья 2-2, но выездной гол вывел в 1-8 финала женской футбольной лиги чемпионов Биг Козыгурт. «Жилстрой-2» получил бесценный опыт еврокубковых баталий. В седьмом туре баскетбольного чемпионата Украины в женской высшей лиге харьковские команды встречались в очном противостоянии. Выиграл дерби БК ХАИ. В первом матче подопечные Леонор Ичек одолели Инваспорт со счетом 98-69 в повторной игре 93-59. Самым результативным игроком стала форвард авиаторов Кира Ляшенко, которая набрала в двух матчах 48 очков. В таблице БК ХАИ занимает четвертое место, Инваспорт – седьмое. Командный чемпионат Украины по синхронному плаванию завершился в бассейне «Локомотив» ожидаемым триумфом харьковских спортсменок. Хозяйки соревнований завоевали семь золотых медалей из восьми возможных. 18-летняя Марта Федина участвовала во всех победных выступлениях. Она выиграла технические и произвольные программы в соло с Анастасией Савчук, первенствовала среди дуэтов. А в составе первой сборной Харьковской области заработала золото в хайлайте и двухгрупповых программах. Все победы воспитанниц заслуженных тренеров Украины Светланы Саидовой, Алиси Зайцевой и Валерии Межениной получились с явным преимуществом. В каждом виде они опередили ближайших конкурентах больше, чем на 15 баллов. В комбинированных упражнениях основной состав Харьковской сборной не выступал. В отсутствие главного фаворита лучше проявили себя киевлянки. Ставшую серебряным призером команду Николаевской области они обошли на 6,5 баллов. Соответственно, харьковчанкам не было равных в общекомандном зачете. Сборная Киева заняла второе место, николаевские спортсменки стали третьими. Всего в командном чемпионате страны участвовали синхронистки из пяти регионов. За награды всеукраинского гонбольного турнира памяти заслуженного мастера спорта СССР Александра Шипенко сражаются пять юношеских команд из трех областей. Знаменитый вратарь являлся воспитанником харьковского гонбола и начинал путь в большой спорт под руководством заслуженного тренера Украины Виктора Друкера. Большую часть своей профессиональной карьеры Шипенко провел в Запорожье, в этом же городе работал затем тренером. За главную команду страны он сыграл 176 матчей, был чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Планеты. На него можно было полностью положиться. Это человек-слово, который... Я уже его знал, когда я был младшим, он был постарше. Мы даже немножко поиграли вместе, когда он еще доигрывал. Я только начинал. Потом он был моим тренером неоднократно. Мы очень хорошо с ним дружили. И поэтому этот человек-слово, что у тебя какая-то просьба, у тебя какая-то проблема, никогда не было отказа. Харьков на шестом мемориале Шипенко представляет две команды комплексной детско-юношеской спортивной школы номер один, составленной из 12-летних и 13-летних игроков соответственно. В стартовом поединке они встречались друг с другом, победу одержали более старшие гонболисты 20-12. Киевской даю США стремительный мяч, 13-летние харьковщане проиграли 11 мячей 23-33. А самым результативным игроком матча стал нападающий харьковская команда Иван Пятьков, забивший 10 голов. В запорожском дерби сильнее были старшие воспитанники с Дюшор 32-14. Мемориал Шипенко продлится еще два дня. Сегодня все о спорте. Удачи вам и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова